МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Осипов Алексей Ильич, заслуженный профессор Московской Духовной Академии, доктор богословия, академик Российской Академии Естественных Наук, член Президиума Межсоборного Присутствия Русской Православной Церкви, сопредседатель Международной конференции «Нация, философия, религия». Сфера научных интересов – соотношение веры и знания, науки и религии. Добрый день! Сегодня я с вами встречаюсь по достаточно интересной теме, которая названа, была темой, кто меня приглашал, «Происхождение человека». Тема, кажется, достаточно известная, и она очень часто встречается на страницах как научных журналов, так и простой публицистики. Но в данном случае будет здесь присутствовать некая специфика. Вы понимаете, что эту тему можно рассматривать с самых разных сторон. Я, поскольку являюсь профессором Духовной Академии, то естественно уже вам полагать, что я представлю именно христианскую точку зрения на этот вопрос. И эта точка зрения, конечно, имеет свою особенность. На что мне хотелось бы обратить внимание, прежде всего, и не просто обратить внимание, но и показать всё то, что отличает, может быть, христианское, религиозное воззрение на этот вопрос. Вам может быть известно, что существует несколько концепций происхождения человека. Эти концепции, они все связаны с основной идеей, идеей происхождения мира как такового. Потому что человек является лишь неким следствием или некой частицей под того огромного момента, о котором мы говорим, о происхождении мира. И вот здесь существует несколько точек зрения. Эти точки зрения, они часто носят религиозно-философский характер, просто философский, даже совсем не философский и религиозный. Так что вариантов, как видите, немало. Я их назову и попробую сказать немножечко сначала, в чём суть дела. Ну, одна из этих точек зрения, которые можно назвать дуалистической и которая имеет большую частью именно религиозный характер. Ещё в Древнем мире, ну и до сего времени, мы можем с вами встретиться с таким воззрением, что в конечном счёте всё-таки существует два божественных начала. Божество доброе, божество злое. Или Бог и материя. Вот эти две точки зрения, они были достаточно известны в Древнем мире, ну и сейчас, конечно, с некоторыми коррективами, но они присутствуют. Так вот, в чём тут суть проблемы? Каким образом возникает человек? Оказывается, человек, будучи, в общем-то, с этим все согласны, двусоставен, то есть он имеет не только тело, но и душу. Но при этом он в себе несёт не только добро, но и зло. Но и вот здесь-то и начинаются варианты. Варианты того, что мы бы назвали таким дуалистическим подходом к пониманию происхождения и мира, и человека. Добро и зло встречаются друг с другом. Начинается какое-то противоборство. В результате этого именно противоборства возникает мир, вот тот, который мы видим. И человек тоже является результатом этого противоборства. И поэтому здесь мы видим в нём как доброе начало, так и злое. Я уже не говорю дальше, как развивается эта концепция в отношении человека. Но само происхождение человека, ибо это наша с вами тема, само происхождение человека, обусловно, именно, если хотите, столкновением этих двух начал, и оно-то и выражается в самом человеке. Сразу должен вам сказать, что эта дуалистическая концепция не принимается христианством. Не принимается по одной простой причине, что христианство утверждает, что изначало, всегда и вечно существует только Бог. Никакого другого начала, какого-то начала зла, допустим, как вы знаете, в персидской религии, в зороастризме, там, Армузда и Ариман. Так, нет этого. Могут спросить, но как же дьявол? Это позднейшее явление. Дьявол не сосуществует Богу. Не было дьявола. Всегда и вечно существует только Бог. И то, что мы называем дьяволом, это есть не что иное, как тот один из высших творений Бога, который, увидев себя на этой высоте величия, возгордился и восстал против Бога. Ну, таков, я бы сказал, в самых простых чертах характеристика именно его. Вот откуда возникновение дьявола. Но он совсем не сосуществует вечно Богу. Поэтому дуалистическая концепция не принимается христианством. Второй вариант, с которым мы встречаемся, это пантеистический. Этот вариант особенно часто можем встретить в индуизме. Вообще индуизм в этом отношении очень интересное явление религиозного порядка, в котором можем встретить самые разнообразные вариации религиозных учений. И, в частности, чем характеризуется этот взгляд, пантеистический. Кстати, этимология этого слова, пан, греческое пан, это значит «всё». Это «всё». Теос – Бог. Эта точка зрения имеет несколько вариантов. Я не хочу сейчас на этом останавливаться, поскольку это не наша с вами тема, суть его вот в чём. Что в конечном счёте весь этот космос, вся эта вселенная, весь этот мир, есть ничто иное, как божество само. Мы его видим только в выражении этого божества. Вот он. Это одно из направлений пантеизма. Есть и много других, но суть тут именно заключается в этом. И вы понимаете, в чём здесь, так сказать, глубокий изъян пантеизма? Что в результате мы должны остановиться, или есть Бог, или есть мир. И что же в конце концов? Это Бог. Это сама природа. Правда, Спиноза, один из выдающихся философов Средневековья, так и говорил «Deus siva natura» – Бог или природа. То есть «или» – это одно, в смысле, знак равенства. Вот в этом суть пантеизма. Христианцы не принимают и этой точки зрения. Говорят, нет, мир – это вовсе не сам Бог, как бы мы его ни рассматривали. Нет, мир – это творение Бога, но не Бог. Мир, если хотите, свидетельствует только об уме Божьем, как таковом, о том, что Бог есть красота первичной. И поэтому мы видим, что этот мир, кстати, Пифагор назвал этот мир как космосом, то есть красота. Отсюда, кстати, косметика. Женщины прекрасно знают это слово. Космос, красота. И действительно, если мы обратимся к христианским сочинениям, то мы видим, что неоднократно, многократно Бог именуется первичной красотой, то есть началом всякой красоты, из которого только исходит всё то, что мы можем назвать прекрасным. Так вот, и пантеистическая точка зрения, опять-таки, она никак не принимается христианством. Основания, как видите, достаточные. Есть ещё одна точка зрения, которую мы встречаем в древнегреческой философии, в частности, и в индийской философии, которую можно было бы назвать неонистической. Меонистическая, видите, всё варварские слова, вы не удивляйтесь этому. Наш язык скоро русский вообще исчезнет. Мы будем разговаривать только на всяких иностранных словах и терминах. Так что можете быть спокойны. Но в данном случае, правда, меонистический происходит от греческого слова «неон», то есть «не имеющий сущности». Что подразумевается, что стоит за этой точкой зрения? Стоит очень простая вещь. Если обратимся к индуизму, к некоторым направлениям, то там категорическое утверждение – всё, что вы видите, это не существует. Это грёзы Брамы. Ну, Брахма, если хотите, грёзы только. А на самом деле, вот та реальность, с которой мы, кажется, прикасаемся, на самом деле вовсе не существует. Это грёзы. И задача человека – понять в конечном счёте, что всё это – мираж, а не действительность. А сама действительность – дело. Ну, об этом не будем говорить. Материя сама по себе не имеет никакого, не только сущностного значения, а просто её, это только нам кажется, что всё это существует. Кстати, скажу вам, что и в европейской философии то же самое были воззрения, которые остались в истории как солипсизм, да. Когда утверждалось, например, Беркли, был такой англиканский епископ, философ Беркли, который говорил о том, что существует только наше представление, наше представление, объективный мир, таким, каким мы её видим, он не существует. А, кстати, мы же все физику проходили, разве не правда? И все великолепно помним. Что мы помним? Что нет звуков. Объективно. А есть что? Есть только колебания волн, воздушных волн, которые давят на нашу перегородку, и мы или кричим, о, Боже мой, какая волшебная музыка, или за такая муша и кричим, это ужасно, это непереносимо, какое отвратительное. Так, слушайте, объективно что существует? Музыка или волны определённой частоты, которые действуют на нашей перепонке? А цвета, ну что вы, какие цвета, ну что вы, электромагнитные колебания, просто разной частоты и больше ничего, а мы говорим оранжевый, розовый, зелёный. Помните, каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Это что такое? Придумали. Каждый, а, красный охотник, о, оранжевый, же, жёлтый и так далее. Помните, все цвета радуги. Так, простите, нет цветов-то, оказывается. Есть только колебания различной частоты. И мы вдруг выбираем себе там платье, костюм какого цвета. То существо, которое бы увидело объективную ситуацию, сказал, о чём они говорят? Какие цвета? Так что, видите, всё не так просто. И правда же, вот так и станешь тупик, и думаешь, с каким же миром я имею всё-таки дело-то? Что же является объективным миром-то? Есть музыка или нет? Есть цвета или нет? Есть вкус или нет? Что же есть? Только субъективные мои ощущения – это? Или объективный мир? Ну, это вы спросите, я надеюсь, у кого-нибудь, у крупнейших специалистов. Они вам всё это объяснят, я не сомневаюсь. Ну, вы знаете, здесь, кажется, тонкая вещь. Христианцы не принимают вот этого меланистического воззрения. Говорят, нет, нет. Сказать, что этот материальный мир не существует, мы не можем этого сказать. И более того, утверждает удивительные вещи. Говорит, что о том, что даже сам Бог в лице Сына Божьего, Логоса, воплощается, принимает реальную плоть, становится реальным Бога-человеком. Представляете? В этом все, кто говорят, что это только, знаете ли, там какие-то фантазии и грёзы, нет, мы не можем принять. Опять не то. Вот искушение-то. Ещё одно. Материалистическое воззрение. Оно что говорит? Существует только материальный мир. И всё. Никаких богов. И не выдумывайте вы там, не строите фантазии и сказки не рассказываете. Только материальный мир существует. Всё. И больше ничего. Как существует? Как существует? А как произошёл? Ну, есть разные теории. Говорят, что всё из одной точки. Да. В которой была сконцентрирована вся эта потрясающая масса Вселенной. В одной точке. Правда здорово. Причём эта точка даже и размеров не имеет. И она взорвалась. Почему, не знаю. Когда? Тоже неизвестно. Начала разлетаться. По каким законам? Ну, по тем, которые видите. Откуда законы? Ну, не знаю. Можно почитать затылок, конечно, откуда. Одним словом, есть только материя, которая так развивалась здорово, что в конце концов дошла до того, что в человека превратилась. И сам человек теперь наблюдает это, изучает, анализирует. Ну, почему христианство не может принять этой точки зрения, наверное, всем понятно. Как от Бога нет, простите? Что такое? Здесь уже столкновение полное. Вот так. Речь идёт о чём же? Ещё раз говорю. Мы вынуждены говорить, касаясь темы происхождения человека, мы вынуждены говорить о происхождении мира. Мира. И вот теперь мы обращаемся к библийскому изложению этой темы. Каково же оно? Когда мы открываем Библию, то читаем интересные вещи. Вещи какие? Как Бог творил мир. Всё описано очень просто. Вы знаете, проще даже и быть не может. Бог, оказывается, творит в шесть дней всё то, что есть на свете. В шесть дней. Интересно. При этом, знаете ли, в чём особенность, правда, того, что мы называем днём? По-еврейски день – это йом. Ну, слово йом. Но это слово имеет много значений. Одно из них – день. Но с таким же успехом, можно сказать, период. Не нравится? Ну, хорошо, эпоха. Опять не нравится? Ну, а при лёде продолжитесь времени. Опять не нравится? Ну, придумайте ещё что-нибудь. Это не есть что-то фиксированное время. Понимаете ли? Это не 24 часа, если сутки взять, или 12 часов в день, и так далее. Это не фиксированное. Это нечто, нечто, ну, как имеющее… Это может быть или как промежуток времени, но дело в том, если насчёт времени мы скажем, то когда наступило время? Само время же было сотворено. Кстати, солнце, луна, звёзды по Библии были сотворены только в четвёртый день. Значит, значит, и не было и суток. Представьте себе, как бы жили мы, попав туда. Кстати, опять ещё раз, кстати, говорю. Но свет был сотворён в первый день, а солнце, луна, звёзды в четвёртый. Ай-ай-ай-ай, что там написали? Ну, теперь только мы начинаем понимать, благодаря научно-техническому, как мы говорим, развитию, начинаем понимать, что такое свет. Ну, мы уже говорили свет. Это не то, что мы видим. А это оказывается, если хотите, ну, взять грубо, это, в конце концов, движение, ну, фотонов, элементарных частиц, благодаря которым это то первоначало, если хотите, вещества, которого так усиленно искали древние греческие мыслители, гелозаисты. Да, они долго искали, что это такое, начало, этот атом, из которого атом неделимый, из чего всё образовано. Кто называл этот атом водой, кто воздухом. По-разному именовали, но все сходились в этом. Так вот и здесь, видите, в четвёртый только день появились эти светила. Но самое любопытное, что человек-то был сотворён в шестой день, в последний день. В самый последний. Потому что, потому что дальше уже, в седьмой день, написано так, красивые, красивые слова. Особенно по-славянски, если сказать. И почил Господь Бог в день седьмый. Почил. Знаете, что такое почил? Заснул. Уснул. Где-то у Лескова есть интересный рассказ, где он говорит, в храме, в храме огромная фреска. И что же там написано? Перин или кровать. На кровати лежит старец, умилённый сединами, подушки. Он лежит и подписано. И почил Господь Бог в день седьмой. Ну, правда же, красота. Ну, лучше не придумаешь. Да. Вот так. Итак, человек, оказывается, был сотворён. Сотворён в шестой день. Как? Там написано как. Оказывается, всё просто. Кстати, Библия чем интересна? Её текст во многом доступен даже самому элементарному сознанию. Даже ребёнок. Прочитайте, скажите, всё понятно. О нём думают философы. Знаете, с какими головами? Вот, вот с такими вот. И такие создают теории, концепции, что, боже мой, сразу простому смертному человеку и не осилить даже. Как же был сотворён человек? Как в Библии написано? Так очень просто. Взял из земли, которая уже была. Уже была. Пять дней творения, что вы. Чтобы всё было. Из земли создаёт тело человека. А затем вдунул в него душу живую. Только по отношению к человеку мы находим такие слова. Разве нет души живой у кошки, у собаки, у бегемота, у сороки? Все они живут, кажется. Нет. Только в отношении человека сказано. И вдунул в него душу живую. Что это значит? Дальнейшая сама история человека. Человека как человечество. История развития сознания. История мысли и так далее. Всё свидетельствует о чём? Что действительно человек обладает такими свойствами, которыми не обладает ни одно другое существо, которое мы можем видеть на нашей планете. А возможно и на других. Итак, создан человек в шестой день. По этому поводу интереса есть предание, что он был создан не просто в шестой день, а в полдень. То есть в самый зенит солнечного сияния. Было создано совершеннейшее существо. Если мы обратимся к истории богословской мысли, то встречаем очень интересные высказывания. Все они сходятся в одном. Что человека действительно самое совершенное существо из всего того, что создано Богом. Более того, говорят, он совершеннее ангелов. Я вам ничего не говорил об ангелах. Он совершеннее ангелов. Сами ангелы, ангел – это греческое слово, значит посланник. А они даже именуются только, знаете ли, ну, слугами Бога. Только, но только человек обладает чем? Мы в Библии находим потрясающие слова. Бог создает человека по образу и подобию своему. Как Бог человек по образу и подобию своему. Никто другой и ничто другое не имеет такой природы, как человек. Он – это богоподобное существо. В чём его богоподобие? Вот здесь мы можем найти очень много различных характеристик, которые действительно свидетельствуют об уникальности человеческого существа. Он – самосознающая личность. Конечно, мы не можем как-то думать, как обезьяна сама себя осознаёт, или поросёнок, свинья. Говорят, по телу человек ближе всего. Вот к этому последнему, мне не хочется повторять даже. Так, конечно, нам трудно сказать, но как-то не верится, что они самосознающие. Они реагируют, действительно, они имеют какую-то разумность. Так вот, человек – образ и подобие Бога. В чём заключается это? Говорят, что человек колдает свободой, свободой воли. Той свободой, которой никто не имеет. Никакое другое существо. Облазает личностным началом, о котором только что я сейчас говорил. И который трудно подразумевать именно в том, в том, я бы сказал, ну, на том уровне, какой имеется у человека, трудно подразумевать у кого-то другого. Какого-то другого существа. Человек способен творить добро и зло. То есть, понимаете, какое дело? Он моральное существо. Добро и зло. Животные не знают, что такое добро или зло. Человек имеет стыд и совесть – удивительные качества. Ой, как они мешают жить человеку, о, Боже мой! Если бы не было ни стыда, ни совести, как хорошо жить, правда же! А тут надо же рождается с какими ужасными свойствами! И зачем это Господь Бог только дал это? Человек знает, оказывается, и другое. У него есть то, что называется религиозной потребностью или религиозной стрункой, религиозной составляющей. Ведь вы знаете, проведены тщательные, самые тщательные исследования историками. Искали, искали найти хотя бы один народ, хотя бы одно какое-нибудь племя, самое дикое, живущее где-нибудь в джунглях Амазонки. Найти атеистическое племя не нашли. Всюду религию. Что это религия? Вера в том, что есть высшее начало. Высшее человека. Что оно соотносится как-то с человеком. Что оно может влиять на человека. Что человек может с ним даже общаться. Это удивительное дело. Всюду. Я помню, как-то однажды в советское время купил книгу «Человек без религии». Думаю, вот как интересно. И смотрю, о, Боже мой! Об этом даже и не слово. Всеобщая история религиозная. Более того. Кстати, очень интересно. Думали, что это обусловлено было чем? Неразвитой сознания. Страхи от явлений природы. Или, напротив, благотворные влияния природы. И поэтому люди и себе придумали Бога. Нет. Развивается наука. Развивается философия. И вдруг с изумлением смотрю. Ученые, стоящие на самой передовой линии науки, верят в Бога. Какой ужас! А я думал, что наука против религии. Я даже не сомневался в этом. И вдруг это что такое? Любопытно. Так вот, у человека есть, оказывается, и религиозная сторона, причем очень сильная, такой силы. Вы найдите, попробуйте что-нибудь другое, чтобы так было вкоренено в природу человека, как религиозная потребность. Есть это. Так вот, все это действительно выделяет человека из других существ, которые мы находим на нашей планете. в чем же его образ еще? В чем его подобие? В чем же? Вот в чем. Вы знаете, христианское учение о Боге какое? Оно принципиально отличается от всех предшествующих религий. Ну, о будущих не хочу говорить. От всех предшествующих религий. Все религии, которые были до христианства, они же говорили о Боге, как о том существе, в лучшем случае. Я уж не говорю о многобожии, там, ну, там, что говорить. Так, а когда говорили о едином даже Боге, так, то они говорили как о Боге? Что это властитель мира. Это судья. Какой? Правосудный судья. Справедливый. И это была высшая характеристика в понимании Бога. Высшее. Христианство удивительные вещи сказала. Удивительные. Говорит, нет. Это не высшее, что в человеке есть. Справедливость – это совсем не высшее начало. Что вы? Справедливость – это есть самый начальный уровень того, что мы называем нравственностью. Там, где нет справедливости, какая там нравственность? Конечно, ничего нет. Это нравственность. Но низший уровень. И объявило то, что никогда не было известно ни одной религии. Она заявила, что Бог есть не справедливость, а любовь. Любовь есть. Какая там справедливость, когда мать бросается в горящий дом, чтобы спасти своего ребенка? Какая справедливость? Сама погибает. Он недавно публикует, «Сгорела семья, так отец со второго этажа». Сам он погиб, но успел выбросить свою дочку, и она спаслась. Да, он бы мог сам выбросить, а не ее выбросить. Разве принципом основной жизни человека является справедливость? Нет, любовь – это основной закон. Я говорю о богоподобии человека. Какое учение о Боге? Я сказал, Бог есть любовь. И прочие качества, которые присущи Богу, Богу, что он есть красота, что он есть, конечно, добро, а не зло, любовь, а не ненависть. Понятно? У нас есть праведность, а не беззаконие и так далее. Так вот, богоподобие человека заключается как раз в том, что человек может в своей жизни достигать богоподобия в этих совершенных, прекрасных свойствах. Когда это свобода, здесь свобода осуществления добра, а не рабство греху. Слышите, что свобода, что такое? Свобода, когда я не раб. Гордый человек, он превозносится над собой, а он находится в непрерывной и постоянной зависимости от желудка. В какой зависимости мы часто находимся и попадаем? Кто от вина, водки? Кто от курева? Кто от разгула? Кто от жадности? Кто от тщеславия? Кто от зависти? Какое рабство может быть? И всё это причём? Рабство почему? Я в такой степени жадный? Я не могу дать кому-нибудь копейки не могу, я же помру тут же. Хотя понимают, это же нельзя так, это всё, я раб. Раб! Слышите, что такое свобода? Когда я могу действительно свободно поступать, так как я вижу разумно, что это добро, что это правильно, и никакая страсть надо мной не господствует. Я верен своей семье, я избрал всё. Нет, а меня туда глаза, во все стороны. Ну и так. Ну и так. Ты можешь освободиться от этих стреляний направо и налево, или нет? Или ты раб, как кошки-собаки, которым всё равно не существует семьи. Ну-ка, богоподобие в человеке, это, козу, уподобление ему, ему, богу, который вот какими свойствами обладает, и ничто мною не господствует. Ни алчность, ни зависть, ни гордыня, когда я сверху вниз смотрю на каждого человека. Ни тщеславие, когда я лезу вон из кожи, из своей, чтобы меня только похвалили, обо мне сказали, и так далее. Что только не делают люди ради тщеславия, боже мой, ой, кошмар, а из зависти губят друг друга даже. Слышите? Теперь вот от противного, как помните, доказательства от противного, так и здесь мы от противного видим, что такое истинная свобода, и что такое рабство. Человек может быть свободным. Свободным. И относиться ко всем именно по добру, по справедливости, по любви. О! В этом богоподобное уже величие человека. Итак, человек был сотворён сотворён каким? Вот таким. Он был сотворён, оказывается, по образу и подобию, но он не имел ещё никакого опыта в выборе, в выборе, если хотите, пути жизни. он ещё не знал самого себя. Первый момент, когда мы говорим о происхождении человека, это о происхождении его в творении. И здесь он обладал свойствами бессмертия, обладал свойствами власти над всем миром. Но какой власти? Ну как власть, значит, что хочу, то и творю. Не произвола, о любви, власти с любовью, без гордыни, таким был сотворён человек. Здравствуйте, меня зовут Наталья, я студентка Московского государственного университета имени Ивана Фёдорова. Я хотела бы спросить, вот сейчас если спросить любого, допустим, школьника, как произошёл человек, он ответит, что человек произошёл от обезьяны. В то время как религия говорит, что человек создал Бог. Но из истории, если посмотреть на историю, то ведь человек, он развивался путём эволюции и он выглядел раньше не так, как сейчас мы выглядим. Почему, ну как бы, Бог не создал человека сразу по подобию своему, как современный сейчас человек выглядит? Ведь он раньше был вообще, ну как бы, можно сказать, действовал по инстинктам и был на уровне животного. Спасибо, что задали этот вопрос. Дело в том, что теория эволюции имеет очень серьёзные изъяны. И я иногда просто даже удивляюсь, когда на ней так настаивают. Первое, интересно, какая наука знает закон возникновения жизни из неживой материи. Есть такой закон или нет? Нет. Вам ни один учёный не скажет. Нет такого закона, чтобы неживая материя могла, могла так организоваться, чтобы возникла жизнь. Где этот закон? Опишите его, дайте. Его нет. До сих пор остаётся эта проблема номер один. как возникла в принципе жизнь. А это же начало эволюции. Второе, если хотите. Второе тоже, я бы сказал, очень важно. Само, самая вероятность возникновения жизни. Уж сколько раз пытались учёные подсчитывать, что и оказывается, эта вероятность нулевая. из сцепления различных молекул, чтобы образовалась клетка живая, это что-то невероятное. Это равносильно нул примерно чему? Ну вот непрерывно, непрерывно сыпать букву алфавита и ждать, когда же Евгений Онегин наконец появится. Или тем более какая-нибудь большая энциклопедия. Конечно, можно предполагать теоретически, что может когда-нибудь, но это же невероятно. один учёный, кстати, биолог крупный, он так и сказал, что возникновение клетки равносильно тому, как если бы какой-нибудь самый учёный обезьян заставить напечатать Библию 400 раз без единой ошибки. Вот что такое само возникновение. 10 в минус 255, вероятность там минус 255 вероятности, ну просто невероятного. Представьте себе энциклопедия, что была написана бросанием этих элементов. Откуда, почему же это утверждается? А возьмите такой факт ещё. Мы говорим, да, один вид в другой. И Дарвин так надеялся на это, что путём борьбы, борьбы естественного отбора это произойдёт. Он не сомневался, что будет где-то найдена эта переходная форма, особенно от обезьяна к человеку. И вы знаете, открою вам секрет, где-то, по-моему, 30-е годы нашли челюсть обезьяны, лоб, голова человека. Это был знаменитый пилтдаунский человек. Чем кончилась эта находка? Оказалась фальсификация. Такой срам. Это морочили голову несколько десятков лет, лет 30, по-моему, нет переходных никаких ступеней между лошадью и коровой. Между козой, той же, я не знаю, нет их. У всех высших млекопитающих животных ничего найти не могут. Палеонтологи ищут. Дарвин надеялся, найдем все переходные ступени, ибо если эволюция это действительно закон жизни, мы должны иметь все переходные ступени. Вот человек развивается, эволюционно. Как? Я о чем говорю? Вот родился и до старости. Любой момент мы вам покажем. А здесь где же? А здесь что случилось? эволюция это не теория эволюционная теория, это слишком громко, это некая гипотеза, причем мечтательная, поскольку она не отвечает ни на один из вопросов. Как могла жизнь вообще возникнуть? Первый главный не знает. Нет такого закона. Какова вероятность, чтобы возникла живая клетка? Невероятно. Где переходные ступени между видами? Их нет. Ну, бактерии найдем, конечно, у каких-то вирусов, но это же смешно. А где здесь дальше? Теперь все единогласно говорят, уже не о том, что как один вид и другой, все единогласно говорят, что как возник мозг человека, человека никто не знает. Это какой-то, как говорят, скачок, прыжок. А что это такое? Объясните мне на научном языке. Что это такое? Где? Как? Почему он произошел? Недаром, когда Дарвин написал свое происхождение видов, то его друг, друг и сторонник прислал ему записочку. Очень маленькую записочку, который был один всего вопрос к Дарвину. Вопрос был такой. А зачем обезьяне ум философа? Обезьяна стопроцентным образом приспособлена к окружающей среде? Зачем обезьяне ум философа? Вы знаете, какой был ответ? Дарвин написал «Нет» и восклицательный знак. А что «Нет»? Чего? Действительно? Зачем? Неоправданно. Так что видите, теория эволюции имеет огромнейшие изъяны, изъяны, причем объективные изъяны. Вопросы, на которые она не отвечает. И чем дальше, тем меньше остаются возможности ответа. Ответа нет. А уж насчет того, что древнее происхождение человека, ой, слушайте, кого-то сейчас не превращают в человека какие-то находки. Я недавно слушал, но это просто смешно. Да. Миллион лет тому назад, полтора миллиона. Нет. Сто тысяч. Нет. В конце концов, Homo sapiens, то есть человек нашего вида, да, ну, он, наверное, тысяч 50 лет тому назад. А до этого это были кто-то, неясно кто, потому что трудно судить. Обезьяны, другие виды. Мы же знаем, пожалуйста же, мамонты вымерли, пожалуйста, или динозавры какие-нибудь были, были. Так и здесь, какие-то существа были, были. Кто они? Не знаем. Homo sapiens, это совсем другой человек, разумный. Да. он появился совсем недавно. Это все говорят. И это, кстати, очень соответствует и даже религиозному пониманию этого вопроса. Вот так, Наташа. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.